Как устроена система управления Валроса, как на подземных рудниках добывают алмазы и какие льготы есть в коллективном договоре? Ответы на эти вопросы получили работники компании, которые трудоустроились недавно. Для них прошел семинар по адаптации молодых специалистов. Рассказывает Лариса Удовенко. Кого сегодня принимают на работу Валроса? Ответ на этот вопрос можно было найти 8 декабря на семинаре для новых сотрудников. В основном это бывшие студенты, то есть молодые специалисты, пришедшие, трудоустроившиеся на работу первый, второй, третий год работы. То есть люди, которые только что пришли после учебного заведения, которым достаточно сложно сейчас входить в процессы. Для Дмитрия Прижигалинского Алроса первое место работы. Инженером в Центр подготовки кадров он устроился всего несколько недель назад. Закончил Белгородский университет кооперации экономики и права. Потом пришел в армию, заслужил в армию, морская пехота, Владивосток. Устроившись на работу в Центр подготовки кадров, моя специальность – таможенное дело, а именно направление логистики, очень пригодилось мне в работе. На семинаре тем, кто работает в алмазной компании недавно, рассказали, как устроена система управления «Валроса», как на подземных рудниках добывают алмазы, какие льготы есть в коллективном договоре. Докладчики – руководители управлений. Им можно было задать любой вопрос. Какие месторождения в дальнейшем планируется открыть, разведывать, какие рудники могут быть. На перспективу узнать, какую будущую компанию. Участники семинара знают – работать в Алроса престижно. Здесь хорошие зарплаты и перспективы карьерного роста. Гордость за то, что и они, вчерашние студенты, уже часть корпоративного пространства, еще свежа. Как такового набора официально «Валроса» сейчас нету. Поэтому мне пришлось пройти много рядов собеседований и доказать. И меня приняли на работу в институте «Якутни Бралмаз» по моей специальности – обогащение полезных ископаемых. Под свое крыло берет желторотых сотрудников и корпоративный молодежный союз. В нем сегодня 6,5 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. «Компания очень большая. Вопросы, которые нужно решать, начиная от бытовых проблем, кончая уже проблемы в профессиональном плане, они, конечно, возникают у молодых специалистов больше всего. И вот вплоть до того, где посмотреть, какой документ найти, куда обратиться за помощью, за словом, естественно, такие проблемы возникают. И вот молодые специалисты уже более опытные, то есть Советы молодых специалистов в структурных подразделениях, они как раз эту помощь им и оказывают». Ближе познакомиться с компанией-работодателем смогли 120 новых сотрудников. Семинар адаптации молодых специалистов «Валроса» проводят каждый год. Лариса Удовенко, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».